Друзья, всем привет! Это не строительный влог, это просто влог о жизни. Я сейчас приехала к мастеру тату и буду бить тату. Те, кто не любят, мотайте дальше, потому что я хочу чуть-чуть заснять процесс, показать вам эскиз. Он тоже рисовался под меня, я говорю, мне надо то-то, 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 и эскизов было несколько, потому что мне то-то не подходило, то-то не подходило, потому что была в голове одна картинка, как бы мастер, естественно, наш не умеет читать мысли, вот, плюс как бы предполагал, какие моменты можно добавить, и получилось то, что мне понравилось. Поэтому сегодня я буду снова татуировкой. Вчера была на концерте с Анютой в Ботаническом саду, эмоции зашкаливают, на самом деле до сих пор виртуозы Киева, я их обожаю. Каждый год хожу, в этом году думала, уже не будет, были, слава богу, сделали уже, как бы, карантин послабили, и, в принципе, на природе можно. В том году ходила и на крыши, и ботанический сад, и пляж ЮБК, кайфую. Поэтому, если вдруг вы будете в Киеве или живете в Киеве, обязательно сходите на концерт виртуозов Киева. У них они разные, есть джаз, есть баллады, есть классика, то есть выбрать можно все, что угодно. И теперь хочу пойти в театр Черный квадрат, я их обожаю, давно не была, и вчера подумала о том, что, а почему я не была, надо сходить. Также хочу вам кое-что показать, когда приеду домой, поэтому оставайтесь со мной, надеюсь, видео будет полезным. Не только интересным, но и полезным. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, вчера приехала после тату. В таком состоянии, вы себе не представляете, но у меня был болевой шок, это первое. Там, где делали тату кожа нежная, она текла. И растушевка, когда делают тату и делают линии, это не больно. Когда растушевка, иглой в одно и то же место, как бы вбивают краску, и это больно. И я уже еле приехала домой, скажу честно, и было, по-моему, полвосьмого, и я просто легла спать. И проснулась от миллиона звонков, от всех. Буквально еще час, как бы, ну, побродила по дому, приняла душ и как бы опять легла. И утром хотела встать на йогу. Я, кстати, начала посещать йогу. Если вы смотрите меня в инстаграм, скоро будет месяц. Так вот, начала посещать йогу, и уже, наверное, вот будет месяц, как я хожу на йогу. Я утром не смогла встать. Ну, то есть как, встать я смогла, будильник зазвенел, и я уже встала, но поняла, что рука болит так, что я ни один асан сделать не смогу. И как бы написала, что меня не будет. И, ребят, я сейчас вот вся в мазе. Вот, для того, чтобы быстрее рука зажила, она... Тут местами кое-где все-таки сукровица есть. Можно было пленкой закрыть, но тут у мастер сказал, что не надо. Желательно, ну, как бы, чтобы она подсыхала. Сыночек, ты пришел? Как там дела твои? Ты играешь? Уже поехала. Поиграла. Поиграла. Умеет разговаривать, лениться. Так вот, я выложила фотографии и видео в Инстаграм о том, что сделала тату. Ну, потому что сказала, что я еду одно место, а вечером я покажу, куда. И я не поняла, если честно, там было столько комментариев, причем чуть-чуть для меня непонятных. Но я решила сейчас это не обсуждать, просто когда люди пишут, что им не нравится, или слишком их много, или они большие, или они маленькие. Я рада, что я, наверное, уже пришла к такому осознанию того, что меня не интересует мнение окружающих, оно меня не трогает. Но я удивляюсь людям, что они могут такое написать. Ну, то есть, когда мнение не спрашивают, но они пишут. И при этом еще и говорят, ну, как бы, комментарий же не закрыт, значит, мы можем сказать свою точку зрения. И у меня такой вопрос, ну, наверное, сам для себя. То есть, я понимаю, но я вот все равно, как бы, зачем мне мнение нравится кому-то, не нравится. Это никак не влияет на мою жизнь. И, ну, по факту, ничего в моей жизни не поменяется от их мнения, я их даже не знаю. Я такая думаю, ну, ок. И, вы знаете, я поняла, что все-таки вот эта психология, надо идти изучать психологию. Мне эта штука очень нравится, это так круто. Ты понимаешь некоторые вещи и думаешь, да, а сколько ты не понимаешь. А сколько ты бы могла еще знать и хочется реально выучиться психолога, потому что это круто. Не осуждаю. Все люди разные, все их свое мнение. Если кому-то очень хочется сказать, что ему не нравится, ради бога. Можно мне чуть-чуть денежек. Денежек? Для чего тебе денежек? А что ты хочешь купить в магазине? Ну, не знаю, что купить. А что тебе купить хочется? Вкусно. Вкусно. Вкусненько. А что именно? Ну, что-то именно. Ну, что именно. Ну, что-то вкусное. Я за тобой не успеваю. Видите, что у меня вместо занавески. Ну, что, говори. Сколько тебе денежек надо? Ты с кем идешь в магазин? В соль. В соль, да? Если они не захочутся, то с ними. Так ты еще с ними не договаривался? Ты просто решил пойти в магазин, да? Меня нужно надо. Смотри, есть арбуз, есть дыник, есть персики, есть голубика, есть... Как он называется? Кобля? Виноград. Что ты еще хочешь? Что-то вкусненькое. Ну, вкусненькое. Разве я тебе перечислила? Это все не вкусненькое? Димитушка. Что-то вкусненькое. Такое, когда сладкое. Сладкое? Да. А крупный очень сладкий. Виноград очень сладкий. Ты же всех попробовала. Ну вот, попробуем и хватит. Я, знаешь, хочу... Конфетку на палочке я тебе сегодня давала. Я хочу еще. Что? Я хочу еще. Я тебя не понимаю. Ты разговариваешь по... Я хочу что-то еще. Что-то еще что? Не знаю. Что-то, которое я выберу. 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 Нормально разговаривай, ты умеешь. Не лентяничай. Вот давай, ты выберешь сначала. Я должна понимать, сколько денежек тебе дать. А на что можно купить с этой денежки? Важные? Ну, я же не знаю, что ты хочешь. От этого мы будем отталкиваться. Смотря что ты хочешь. Не знаю. Что? А что можно купить на ноль и один? На ноль и один? Да. Ноль один? Ничего. Это десять. Десять. Десять гривен? Да. Конфетку на палочке. И все. И все. А что можно... Смотри. Ноль 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 один. Нет, не ноль ноль один, а один ноль ноль. Это сто гривен. А что я люблю? Давай так, я дам денежку тебе на мороженое. Потому что больше я ничего тебе не разрешаю. Хорошо. 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 Ты... А R где потерял? Пряту. Нет. Хорошо. Хорошо. Нет. Хорошо. Короче, звонила логопеду, она говорит ближе к концу августа. Я записала его к логопеду, потому что шестой год и, блин, шипящий, не выговаривай, да? Причем многие вещи говорят, ну, как бы правильно, если ему сказать, типа вот Демид правильно говорит, тогда говорит правильно. А так лентяй не чей. О чем я говорила? Я говорила о том, что мне очень понравилось разбирать инстаграм комментарии. Почему? Потому что там много психологии. Во многих вещах я увидела себя, наверное, лет в 25, когда у меня было много осуждения, и я считала, что моя точка зрения для кого-то важна. То есть, что я обязательно должна ее сказать, и это так смешно, если честно. То есть, как вам сказать, комментарии, они и нужны, потому что идет общение. Но комментарии комментариям рознь. И когда мне могут написать что-то, типа, что-то о моем тату, которое я уже сделала, и я от него тащусь, то я делаю так. А, ну бог. И все. Хочу вернуться к теме волос. Очень много комплиментов начала слышать, что волосы отрастают. Девочки, я в инстаграм, я, по-моему, видео не показывала, не рассказывала, в инстаграм говорила, я прошла две процедуры. Olaplex и Hakonica. Это, ну, как бы, получается, одна процедура и два продукта. В салоне Enjoy. Я раньше и проходила, когда у меня были длинные волосы. И потом, почему-то, ну, когда я переехала, мне стало далеко ездить, и я перестала. Но мне девчонки так здорово восстановили волосы. Они, во-первых, наполнились, стали блестеть. И как-то, в общем, начали отрастать. Качество волос изменилось в лучшую сторону. Поэтому, если вдруг вам, как бы, ну, надо, да, то есть волосы тонкие, секущиеся, то вот такие вот процедуры поузнавайте у своих мастеров. Hakonica и Olaplex. У меня, как бы, было две процедуры в одной. Что ты делаешь, Тёмка? Катюш, некрасивая, что ты. А, Оля сказала, что не будет, а Оля сказала, что... Ещё решила, что не хочу больше бороться с волосами на ногах. Я пошла, сделала лазер на ногах. Тоже снимала это в Инстаграм. Мне в Инстаграм как-то проще, потому что здесь и сейчас, ну, сторисы. Вот. Поэтому видео не всегда включаю. Но тоже хочу сказать, что лазер в летний период тоже возможен. Раньше нельзя было. Сейчас есть лазеры, которые, как бы, могут себе такое позволить. Только единственное, что три дня до и три дня после процедуры нельзя загорать. Вот. Я делала полную процедуру подмышек и глубокого бикини. Прошло много лет и вообще забыла о волосах. Потом они начали по чуть-чуть, как бы, знаете, там, можно сказать, напоминать о себе. И вот, чтобы они не напоминали, раз в полгода надо пройти опять, как бы, там, процедуру один-два раза. И, как бы, всё. А на ногах я начала делать, вот, как бы, полную. Вот у меня была первая пару дней назад. И сейчас я... Да. Почему она так? Вот. И сейчас я довольна, что, как бы, я начала с лета. Так. Ну, и я думаю, вы хотели бы посмотреть на тату. Я вам покажу её чуть-чуть попозже, потому что сейчас я её замазала. Она очень красивая. Вот. Она на этой же руке, на которой у меня вообще тату и есть. И я думаю, что, наверное, ближе к возрасту шести-десяти лет я, наверное, забью всю руку. Ну, время покажет, потому что у меня нет цели такой. И каждая моя тату, она... Я её вынашиваю. Вы знаете, как мамы вынашивают детей, так я вынашиваю свои тату. То есть это не просто я увидела картинку в Инстаграме, или где-то у кого-то, или, ну, вообще с интернета. Нет. Ни в коем случае. Ну, для меня это категорически нет, нет, нет. Каждая татуировка, это лично моя, она прорисованная, она с эскизом от мастера. Потому что я их мучаю, потому что в голове есть картинка, и я пытаюсь, я рисовать не умею, но я пытаюсь как бы объяснить им, что я хочу. Вот эта татуировка, которая есть сейчас, тут солнце и луна, я объясняла. И получается, мастер, кстати, очень прикольный, потому что это я делала у Лёши. Лёша переехал, они с женой эмигрировали в Польшу, и мы виделись в Кракове с моим молодым человеком, и с Лёшей мы погуляли по Кракову, выпили пиво, поели. Но тату он мне так и не сделал, короче. Вот. И получается, что мне надо было искать как бы нового мастера, и я его нашла благодаря Анюте, девочке, с которой я общаюсь, на то, что я сделала у него тату. Я посмотрела на его работы, мне очень понравились. Я пришла, говорю, ну вот я хотела бы тот, а тот. Он говорит, окей, я нарисую эскиз. Начал рисовать, нарисовал одно, я говорю, нет, чуть другое, надо тут исправить, тут, тут, тут. В общем, короче, на четвертую. Вот четвертую он мне показал, я говорю, это оно. Вот. И он очень круто нарисовал глаза. То есть настолько четко прорисовано, с тенями, что как бы ощущение, что вот она отдельно от руки. Хотя он говорит, я не буду сильно как бы делать ее яркой для того, чтобы как раз она не было ощущения, что она слишком реалистична. Потому что как бы есть такие татуировки, когда кажется, что вот она прямо сейчас вылезет, да, настолько она реальная. Поэтому как бы вот так. Покажу чуть-чуть попозже, да, ее, когда она у меня подсохнет. Вот. Вот. И покажу вам свою бьюти, бьюти комнату. Хотя я в инстаграм спрашивала, такой опрос сделала. Ребят, какой сделать влог сначала? Строительный? Потому что он ранее снимался. Или вот здесь и сейчас? Сказали, здесь и сейчас, давай типа домашний. С детьми и со всем остальным. Поэтому снимаю. А следующий будет строительный. Но он такие, они такие строительные. Не больше там диван, там кровать, там кухня, мечта, то ванна. Вот. Поэтому как-то так. В любом случае, я бы хотела, чтобы вы смотрели каждое мое видео, комментировали его и ставили лайки. Но я не прощаюсь. Дальше будет. Я не могу в темноту туда. Без тебя. Без тебя. Без тебя. Без тебя. Доброе утро. Ну как утро? У меня уже почти обед. Я занимаюсь йогой. Сейчас как раз после йоги. Вот коврик собрала. И сейчас буду опять раскладывать, потому что для инстаграма хочу снять одно видео. Прикольно. С молодым человеком. Такого. В другой стране я здесь, но он там занимается. Я здесь занимаюсь, поэтому хочу смотивировать вас заниматься. Вы знаете, не думала, что у меня так йога зайдет. Но тут зависит еще, наверное, от преподавателя. Не, наверное, а точно от преподавателя. Потому что три года назад, не три, больше, когда попала на Шри-Ланку, я познакомилась с йогой. И мне понравилось, и я приехала, начала заниматься спортлайфе. И не пошло, потому что спортлайф и йога это что-то. Ну, в общем, это было просто физическое, физическое упражнение. А йога это другое. И тут, получается, у молодого человека есть друг, он тоже начал заниматься йогой. И смотрю, они на сапах по воскресеньям плавают по Русановскому каналу. Я так и говорю, я тоже хочу. Он говорит, только через йогу, только через ботанический сад. Ну, и я пошла. В 5.50 в ботаническом саду. Это же представьте, во сколько мне, чтобы из-за города приехать. В общем, вставала в 4. И первую неделю ездила. Две даже, да. А потом я случайно нашла ближе к себе. И мне, в принципе, говорили об этой йоге. Почему-то я ее пропустила, видно, не время было. Ну, в общем, я начала заниматься йогой тут, как бы, ближе к себе. И я могу сказать, мастер. Девочка, она и астролог, зовут Алена. Она, ну, как мама троих детей, но выглядит, как девочка. Там фигура такая прям точеная. Огонь. И она такая мягкая, у нее такая энергетика крутая. Вот, и она перед... Мы занимаемся, получается, в неделю два раза, три раза на природе и два раза онлайн. Пятница и воскресенье выходные. Пятница – это день, когда надо, типа, гулять, отдыхать. А в воскресенье – это релакс, семейный день. Ну, как бы, вот так вот. А так, получается, что пять дней в неделю занимаюсь йогой. И мне так зашло, и мне так нравится. Так что, если вдруг что, ребят, просто найдите своего мастера, своего учителя, где вам будет комфортно и классно. Я просто кайфую. И когда у меня получаются какие-то асаны, я прям вообще как ребенок радуюсь. Здесь, кстати, она, правда, еще в кремчике, но уже можно посмотреть и увидеть. Так, пересвет. Я вам покажу по-другому. Сейчас Ника придет, чтобы камеру перевернула, и я вам покажу. Какой-то такой полтологический влог получается. Про йогу это я к чему? К тому, что если что-то первый раз не зашло, то попробуйте еще такого другого человека. Это как с докторами. Кстати, по поводу строительных влогов. В строительных влогах вы можете посмотреть, что уже сделано, а что нет. Поэтому, если интересно, то смотрите все мои видео. Сейчас вам покажу маленький дурдомчик. Вот он. Это комната Демида. Я, в принципе, предполагала, что так будет. И даже вчера сама сказала, игрушек много, много треков. Я говорю, Демид, краса с треками. Он говорит, я не умею их собирать. Мы попросили Ника, потому что я тоже не умею их собирать. В общем, мы с ним, наверное, родственники. И Ника собрала вот такой вот трек. Дюма, что сделал? Выдумал. У него здесь очень много разного всего. И я говорю, давай так, сделаем несколько треков и будем как бы играть. Вот, и здесь, говорю, их расставим. Бабушка Демиду подарила телевизор, но он чуть-чуть бестолковый, потому что он без Wi-Fi. Он только на флешке и типа каналы. Но каналов здесь нет, потому что здесь интернет как бы проведен, а тут нету. В общем, то есть по факту тут можно только подключать вот игры и все. Поэтому покупайте, когда телевизор, покупайте смарт-ТВ, которые уже ловят Wi-Fi и со всеми-со всеми прибамбасами. Типа как вот у Ники такой, у меня даже не такой, у Ники классный. У нее как монитор. Так, и наша любимая лама. No problem. Занавесок нет, но чтобы не было жарко, я поехала в эпицентр и купила такие, ну фольгу эту, как она там называется. И не приклеивайте, я вас умоляю, потому что потом мне терет и солнце приклеит, и потом будет проблема оттендрать. Просто вот так вот на ленту, грамме и все. Вот, что, 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 хотела вам еще показать для деток. Боже, уже ногу отервала. Дема. Кстати, если у вас мальчишки, вот это вот самая крутая, наверное, игрушка, это подарок. И это, блин, очень крутой подарок. Дема с ним постоянно играет. Это гараж Hot Wheels. Лена подарила мне на день рождения. Очень крутой. А вот это вот такой домик, раскраска, тоже прикольная штука, потому что мало того, что дети раскрашивают, они потом еще и туда, он туда машинки складывает. Заказывала через Инстаграм. Вообще Инстаграм прикольная штука. Вот. И, кстати, что я хотела сказать, подпишитесь на меня в Инстаграм. Потому что там все здесь и сейчас. По поводу вот этой стены. На этой неделе, не знаю, получится ли или нет, но очень хочется, я хочу забрать Демкину, ну, с прошлого дома, а забрать его детскую. Здесь поставить. Но не все влезет, как я поняла, что не все влезет и прям загромождать не хочу. Но, в общем, если что, может быть, такой шкаф есть, поставлю сюда, но не факт. В общем, не знаю, посмотрим. Я потом вам покажу, так что оставайтесь со мной. Ну и вот наши потолки. Все всегда спрашивают, Аня, почему потолки в последнюю очередь? Потому что это вентиляция. Кто переживает по поводу того, что нет свежего воздуха, у нас есть сквозняк. Ну, как бы, ну, специально. То есть в моей комнате открывается окно, дверь. И сквозняк гуляет, получается, по всему дому. А сюда тоже заходит, не переживайте. И плюс вентиляция, она идет тоже с чистым воздухом. Она... Это все в строительных логах, но просто мне кто-то писал, как это так, у детей не открываются окна. Скажу честно, да, я жалею, что так сделала, но уже как бы поздно, потому что поменять окна стоит не одна тысяча долларов, честно. Ну и вентиляция стоила не одна тысяча долларов, но вентиляция, она как бы нужна, и это крутая штука, поэтому я приняла такое решение, что вентиляция будет лучше. Вот. Так, у меня тут сейчас будет уборка, потому что... Ну, я как бы Дему привлекаю к уборке, потому что шестой год, и он должен... Мы договаривались, что он в своей комнате будет убирать сам. Ну, тут бы хотя бы игрушки поскладывал, уже будет хорошо. Я уже говорила в Инстаграм, мы без этого никуда, утром и вечером. Для тех, у кого у детей такая сухая кожа. Я, кстати, сама иногда пользуюсь, крутая вещь, реально. И кто-то у меня спрашивал по поводу гардеробной, как я там все сделала. Я не до конца там все сделала, я, в принципе, могу показать. Вот она. Но я думаю, что я сделаю это в следующих видео. Да, в этом уже не буду, потому что видео и так довольно, как бы, большое. Вот, у меня тут чуть-чуть есть маленькая обстановочка, но, наверное, я сделаю такой, не знаю, рум-тур чуть позже. Потому что у меня нет еще светильников, я еще не нашла, кстати. Я хочу что-то, не знаю что. Я давно не снимала таких, вот, наверное, болтологических видео, поэтому рассказать, в принципе, есть что и о чем. Но, как-то, знаете, так теряюсь. Наверное, нужна какая-то одна тема. Потому что вы у меня спрашиваете, Аня, ну, верни, пожалуйста, вот эти вот болтологические видео, которые были раньше. Но мы же все меняемся, и я меняюсь в том числе, поэтому, как бы, иногда уже как-то не так, как было раньше. Но это логично. И, кстати, сейчас покажу вам двор. Никогда не сажайте красный клевер. Если хотите клевер, то только белый. Я посадила красный, и просто несколько дней, и он опять растет, 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 растет. Не успеваем просто гасить. Просто не успеваем. И сдули этот бассейн, потому что никто в нем так и не плавал, поэтому надо его сложить. Не пошел. Вот, видите, просто немерено. Этого клевера, он так быстро растет. Здесь оставила, и даже тут зарос. Тут оставила, а тут был щебень. Все поросло. Рассыпала. Когда сажала цветы, рассыпала подсолнухи. И они, как бы, разрослись по всему участку. И было очень некрасиво. Я говорю, мам, давай, говорю, прорядим. Что Никаша, мама. Да нет, это ж красиво. В общем, чуть ли не поругались из этих подсолнухов, потому что, ну, капец. Так сейчас визуально более-менее, потому что, ну, прорядили. Вот, они, видите, красивенькие сейчас. А так было вообще не очень. Туечки приживаются. То есть, они, в принципе, прижились на такие, знаете, как не такие прям зеленые-зеленые. Вот эти вот туечки маленькие, которые привез молодой человек, он, они такие, ну, как бы зеленые, они классные, потому что они в тенечке. Как раз вот забор закрывают, и они в тенечке себе. А вот эти вот большие туи я купила здесь у нас. И приехали, посадили, все ок, они прижились. Но, в принципе, мне все говорят, что первый год, скажите вы, если вы этим занимаетесь или знаете, что первый год, как бы, ну, им надо адаптация. Они такие, типа, расти пока сильно не будут и приживаются. Ну, в общем, жду, жду, пока все вырастет. А с травой надо что-то делать. В этом году уже понятное дело, что никто ничего делать не будет. На следующий год, дай бог, будет возможность вызвать опять технику, снять, получается, как бы выровнять участок, снять это все, может быть, протравить, не знаю, надо с людьми поговорить, которые в этом разбираются, и постелить рулон и газон, и перед этим проложить полив. Но это все деньги, я тоже узнавала, это тоже несколько тысяч долларов. Ну, то есть до 100, в принципе, можно этот участок привести в порядок. Но, блин, 100 тысяч. Такое все удовольствие, зато красиво. Я вообще такая, чтобы я постелила, знаете, какой вот этот вот, где она бегает на футболе, как он называется, такой пластмассовый, вот такой красивый, и вот такой пылесосить надо. Вот, и все, и не надо париться, круглый год зеленая трава. Огромный-огромный шкаф. Мечта, она осуществилась, и на самом деле это прям очень здорово. Тут тоже пока еще не все разложено, пока вот просто быстро раскладывала. Ну, я доставала обувь с мешочков, вот. Но я хочу купить такие специальные, как коробочки для обуви. Но, опять же, все это деньги, поэтому пока так. И здесь сумки. Я думала, что сумки у меня будут там, в гардеробной, но нет, я поскладывала их пока здесь, потому что мне здесь гораздо удобнее, чем там в гардеробной. Вот. И хотите, могу вам вообще сделать отдельное видео про шкафы, ну, где что лежит. Но я пока еще не все разложила, поэтому я и не делаю. Но если хотите, со временем сделаю. И, кстати, очень довольна кроватью. Я оставляла внизу в предыдущих видео ссылочку, там, где покупала. И там же покупала лэйзи, как это так называется, матрас. Прям довольна. Вот реально довольна. Очень, очень, очень нравится. Я решила свой влог закончить своим луком. Я знаю, что вы любите такие видео, и, наверное, я их возобновлю, и материал у меня есть, и на мне сейчас обновки. Вот. Футболка кабанчиком. Джинсы. Внизу оставлю ссылочку. Это шоу-ром. И пиджак, кстати, оттуда же. Сумка, купленная в Европе, это Майкл Кобс. Я в последнее время очень люблю эти сумки. Может, потому что они подарены любимым человеком, наверное, поэтому. Кроссовки, кстати, тоже от него. Это масс-маркет, new look, по-моему, как-то так называется. Вот. И, в принципе, вот я... Это бомба, конечно, вообще. Бомба-ракета. И просто сделала хвостик, потому что... Потому что я так решила. Ну, хотела одеть серьги. И с хвостиком лучше смотреться эти серьги. Напишите в комментариях, хотите ли вы возобновление ухов. То есть, чтобы они были под музыку. Соседи делают ремонт. Чтобы они были под музыку. Или вот так, как сейчас, чтобы я объясняла, где что, как, где купила. Кстати, эти брюки, джинсы, мне безумно нравятся. Они не для всех, не все подходят, потому что... Ну, как разные фигуры. Мне очень нравится на худеньких девочках вот такие вот объемные штаны. Ника, кстати, такие тоже любит. Она не худенькая девочка, ей не повезло. Нет, ну, как... Вот она себя так не особо... Ну, так если так и есть. У меня телосложение не для такой... Не для такой одежды. Хотя мне больше нравится именно такой фасон. Сделай. Дай гормонов, дай. Пусть они устаканятся. Пожалуйста. Все будет хорошо. И... Моя тату. Вот. Я вам обещала показать и показываю. Красиво. Она очень красивая. Она еще не закончена. Будет... Она сейчас все равно еще намазана, но все равно видно. Через две недели я пойду к мастеру и мы закончим. Ребят, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. И пишите комментарии, это приятно. Пока-пока. Пока-пока.